Ящер, здорово всем, пока на эмоциях, первые эмоции записываю. Позвонили мне из деловых линий, все окей, прошел службу безопасности, берут меня на работу. Я уже один день отъездил, вы видели, стажировался, приехал, сейчас бумаги. Почти все бумаги оформили, осталось там подписать кое-что, договора туда-сюда. Поехал уже карточку сделал зарплатную, потому что там моя не прокатывает, другая нужна из другого. Следующий штрих, пошел в комиссию проходить, еще комиссию оказывается надо пройти. Приехал в комиссию проходить, а у нас есть одна клиника, мой доктор, а, добрый доктор, по-моему, называется. Самая хуевая клиника, что когда я видел, либо видел. Во-первых, псы сидят на ресепшене, не бабы, а псы, вот, реальные, лают, блядь. У них такая херня, что им нужен военник. Ну, как бы, военник у меня есть, то есть, да, но я в армии не был по болезни, но у меня нет расшифровки, а там нужна расшифровка. Это единственная клиника, где требует вообще военник для прохождения медкомиссии, в других клиниках такого нету. Я позвоню начальнику этому, говорю, в другой клинике можно я пройду за свой счет даже. Я сказал, что в другой клинике вообще никак нельзя, потому что договор только с этой клиникой, даже за деньги в другой клинике нельзя. Только здесь. А чтобы пройти здесь, мне нужна расшифровка, чтобы взять расшифровку, мне нужно ехать в Калугу. Ехать в Калугу, ехать в свой военкомат, узнать там, какой у меня там комиссар, туда-сюда, имя там и все такое. Потом ехать опять сюда, ехать к этому начальнику, чтобы он сделал запрос и отвезти туда. И там я должен это сделать. И это длится очень долго и очень, короче, проблемно, и никто этим заниматься, естественно. Такая тема получилась, что не смог я пройти комиссию, даже не смог начать ее пройти в этом добром докторе ебучим. Короче, все, завернулись линии мои деловые, целую неделю устраивался. И вот такой момент, и так бах, и все. Уже договорился, короче, на другую работку поеду. Конечно, зп там поменьше, но там и работка попроще. Ну, лучше будет не попроще, но побольше зп. Ну, ведь не получилось, вот такая тема. Еще все бы ничего, если бы я сразу это знал. Ну, понимаете, когда это уже отожировался день, уже бумаг там подписал, уже все оформился, карточку в банк съездил, сделал. Короче, все уже сделал, осталось только эту комиссию, и такая херня происходит. Потеряно много времени, ну, вообще, обидно, короче, за эту тему. У меня в кармане, в кармане. Я херю просто, бензин дорожает каждый день. Просто, блядь. Даже, наверное, не каждый день, а каждый час. На 8 соток залилось только 4 полоски. Я одна сейчас сразу упадет, когда поеду, точно. Просто, блядь, как на дрожжах. Дрожжи так быстро не поднимаются, когда пироги пьешь, аж как бензин дорожает. Я в Чилио парк, все по классике, на пробежечку, на вечернюю. Погода сегодня просто восхитительная. Сегодня солнышко, так немного тепло. Короче, погода вообще бомба. И воздух прям пахнет, тут этот запах турецкий. Очень круто. Сала мастера, мы просто спортсменов. Короче, застелил, где-то 3-4 км, наверное. Пиздец, лавка холодная, жопу можно застудить. Лучше так не делать. В парке джаз играет. Можно заметить, я весь мокрый, а на улице, кстати, не так уж и тепло. Точнее, не тепло вообще, блядь, ночью заморозки. Утром сегодня вышел. А, я вам показывал, уже сам забыл. Все заморожено. Кафе прохожу, в котором водочку пил один раз, как-то давно. Вот здесь в летнике сидел, где елочка написана. Выпил водки, с женой поехали в Калугу, она за рулем, и у нас сломалась тачка. Потом ее отдали в ремонт, и там вообще, блядь, еще хуже ее сломали. Судились, короче, перчтерки были лютые. В вторники даже не пойду, боюсь представить, какие-нибудь холодные. Холодно, потеть холодно. Сейчас уже не та погода, чтобы на пробежке в парк гонять. Ребятки, еду на очередное собеседование, спонтанное. Даже не собирался ехать, позвонил как-то, отложил в ящик. Там сказали, в любое время приезжайте. И вот появилось время, думаю, поеду-ка, заеду, пока есть время. А погода тем временем, посмотрите, просто радует, радует людей. Уф, что за погода? Вот, если беседы, на которой еду, я даже, что-то, звонил, я даже не помню, что за работа, сколько зарплаты, что возить, вообще ничего не помню. Просто спонтанно еду, потому что тупо свободное время. Куда-то сюда, мне надо, а, о, коментар на 4. Вон туда, мне надо, по-моему, заезжать нельзя, подпрет в пешок убрать. А может быть, сейчас развернусь, посмотрим. Все, заскочил, директора нету, они меня не ждали, оказывается. Я вообще не знаю, туда я приехал или не туда, я на звание. Я просто по номеру как-то позвонил, заметки себе записал адрес. Но я даже не записывал название фирмы, куда требуется. Приехал, говорю, я на себе седлю. Они меня не ждали, даже не знали, что им кто-то звонил. Может быть, я вообще не туда приехал, не знаю. Данные взяли, директора нету, будет в понедельник. Сказали, если что, захочет пообщаться, свяжется со мной. Я так посмотрел, у них тут свежие машины, вот это и Цузу, или Цузуки была, не знаю. Next, у них там стоит газелька и релангона, но есть какой-то такой ремонт, побольше, то в сервис. Керхер свою тачку моешь, можно свою, наверное, будет ополоснуть, я думаю, без проблем. Работа с 8 до 5, нормальный график. Ну, с 8, конечно, рано, но зато до 5. И что еще? И с грузчиком работаешь, не ты, так сказать, а грузчик. Ну, говорит, ты ему помогаешь, но в основном грузчик, так сказать. Ну, посмотрим, позвонят, не позвонят. Там еще мне должны позвонить. Короче, я уже много чего обзвонил. Должен мне позвонить, я уже запутался и уже не знаю просто, что, куда идти и как получится. Короче, куда получится. Пока вот такие вот новости. Ничего особо не происходит. Занимаюсь своими делами. Работку ищу потихоньку, но пока не нашел. Следите дальше, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите коммент, поддерживайте канал. Все было чики-пуки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok